Продолжение следует... Если была действительно парковая зона, где можно было отдыхать, то сегодня это мало того, что парковая зона, это еще и целая аллея торговых ларьков, в которых можно купить разные сувениры. И вот эти торговые ларьки не все придают прелести в этом парке. Хотелось бы прогуляться просто по парковой зоне, а так будете еще любоваться различными сувенирами. В парке можно будет перекусить немножко, потому как в Олимпийском парке, пока еще там, как говорится, вроде бы уже и начало сезона, но кто-то что-то с кем-то делит. И ни одно кафе, ничего не работает там. Там даже нельзя купить мороженое или воды, если только в каком-то автомате, который можно найти на территории. Это водички взять минеральные. Ну, может быть, там еще что-то. Я даже не посмотрела, что там есть на этих автоматах. Так, все остальное закрыто, поэтому в Сочи перекусите. Взрослые, конечно, могут сесть на диету. Ужин «Оттайвер-эгун» называется. До следующего завтрака. Зато у всех будут стройные, красивые фигуры. Ну, а детей желательно, конечно, покормить, потому что дети, во-первых, растут, и им нужно побольше калорий. Так как домой мы вернемся часов в 12, вы уже понимаете, что нигде ничего работать не будет. Ну, может быть, где-то что-то, конечно, круглосуточные магазины есть, но можно будет что-то купить. Из парка Ривьера мы отправимся с вами пешочком, прогулочным шагом в Сочинский морской порт. Мога там все расположена недалеко, это буквально 5 минут. В этом порту мы познакомимся с вами с памятником архитектуры Сочинским морским вокзалом, построен который был в 1951 году по проекту архитектора Карл Семенча-Лобяна и является памятником архитектуры. Там же вы будете иметь возможность выйти к глубоководному причалу, к надководному причалу. Больших судов сегодня нет, не сборкуется. Ну, после этого, на сегодняшний день, путешествие пытается возродить, но пока еще круизные суда в наш порт не заходили. Поэтому акватория мелководного и глубоководного причалов используется как стоянка для частных яхт. И вот на фоне какой-нибудь яхты вы сможете сделать себе фотографию, потом дома будете рассказывать. Отдыхали в Сочи, купили яхту, походили по морям. Дом оставить под окном у них, где оставили в парку, приехали домой до следующего года. Так что, ну, в общем, байки можете придумывать, какие хотите. Правда, есть действительно очень красивая яхта, но это уже у каждого свой вкус, поэтому вы посмотрите на фоне какой из них, вам захочется сделать снимок. Там же у вас будет возможность сфотографироваться оригинальных скульптурных композиций по мотивам кинофильма «Бриллиантовая рука». А все видели бриллиантовую руку? Ну, кому в обнимку с Мироновым, кому с Папановым. Ну, кто-то, может быть, присядет на чемоданчик Семен Семеновича Горпункова и отправится в круизное путешествие. Так что вот такие вот скульптурные композиции украшают морской порт. Потому что именно эти сцены из фильма «Отправление в круизное путешествие» снимались в Сочинском морском порту, поэтому и было выбрано место для установки этих скульптурных композиций. Ну, после того мы с вами собираемся все дружненько у остановки, куда подойдет на посадку наш автобус. Мы быстренько занимаем места, потому что там остановка автобуса, автобусы будут подъезжать один за другим. И вот среди всех будет и наш автобус, на котором мы продолжим наш путь далее в юго-восточном направлении, в Адлерске, самый южный район города, к Олимпийскому парку. А вот в Олимпийском парке мы с вами разделимся пополам. То есть одна половина наших экскурсантов отправится на электромобилях в центр Олимпийского парка, где мы с вами будем смотреть работу фонтана. Фонтан начинает работать в 21 час, работает в течение целого часа. И где-то без 15, без 20, 10 мы с вами будем собираться, потихонечку отправляться на стоянку электромобиля. Мы там рядышком соберемся. И на этих же машинках мы с вами вернемся назад к стоянке нашего транспорта. Давид, какой у нас номер трамвайчика? 767. 767. Запомнили номер нашего автобуса? 767. Пожалуйста, это везде, это будет наш автобус. Так что, пожалуйста, не путать его ни с каким другим. На этом автобусе мы приехали, на этом автобусе мы будем ехать с вами и домой. А вот так вот, после того, как мы с вами в автобусе вечером все заберемся, это уже обратный путь в поселок Лазарис. Стоять леток полуночи мы будем дома. Вот такой наш сегодняшний маршрут. Все, я вам сказала, что вам обещали. Ничего не забыла? Ну и слава богу. Пути от Усть-Реки Кубани до форта Святого Николая на Непоте отходят к России. И вот тогда в Российской Думе ставится вопрос о строительстве шоссейной дороги. Это сегодня у нас в Думе первое, второе чтение. После третьего чтения закон или принят, или отклонен. А раньше этот закон в Думе муссировали более десяти лет. Ну и, как говорят, не было бы счастья, но несчастье помогло в 90-е годы 19 века. Целый ряд неурожайных лет охватывают центральные районы России, по Волжье, Прибалтику, по Украине, Молдавии, многие другие уголки огромной России. И вот люди бросают насиженные свои наделы, годами не получая урожаев, и отправляются в города в поисках работы, чтобы иметь возможность содержать свои семьи. Ну, в городах всем работы не хватает. И вот для того, чтобы обеспечить людей работой, начинают строить эту дорогу. Более ста тысяч человек строили ее, более 20 тысяч вдоль дороги остались навсегда. В народе называли дорогу Голодное шоссе. В начале 20 века уже появилась реклама о том, что дорога готова. Ну, что это была за дорога? Уступ вырубленный в скале ни одного моста, ни через одну из горных рек. И, тем не менее, люди сюда поехали. Но, приехав, столкнулись с трудностями. Иной раз у реки, если прошел сильный дождь, нужно было сидеть целую неделю, ждать, когда спадет большая вода, чтобы перебравиться на противоположный берег. И в начале 20 века начинают реконструкцию этой дороги. И вот как начали реконструировать ее в то время, так реконструкция проходит и по сей день. На сегодняшний день самый сложный участок этой дороги остается в районе от Сочи до Джунки протяженностью 189 километров. И вот около 70 километров этой дороги от поселка Лазаревская до центра города мы с вами сегодня и проедем. Итак, есть уже две дороги в начале 20 века, но их мало. Начинают строить железную дорогу. В 1916 году в город Сочи пришел первый поезд. Но в 40-м аэроковре назревает необходимость создания аэродромов, потому как барак подошел близко к городу Туапсе и в сторону перевалов на расстоянии 20-22 километров находился от границ с нашим городом. Поэтому в годы войны авиация выполнила свое назначение. Было создано три аэродрома после военной войны. Два из них застроили жильем и лишь один, увеличив взлетно-посадочные полосы, функционирует по сей день. Это Аферский аэропорт. Так что сегодня в наш город можно приехать любой дорогой. Это может быть белый теплоход и голубой вагон. Это может быть ваш личный автомобиль в уступке городского транспорта. Ну и, конечно же, самолет, который за считанные часы доставит вас из самых дальних уголков нашей родины в берегу теплого черного моря. Ну, а мы тем временем выезжаем с вами на Зубовский биотуб. Посмотрите, какая красивая панорама с левой стороны от нас открывается. Поселок Зубовощей, Тали. Виден участок в старой дороге внизу. Старый мост через реку Чемитахваджи. Максимальная высота опорных столбов под нами 86 метров. Протяженность биотуба около 500 метров, а протяженность петли около 3 километров. Нам бы таких биотубов до центра города Сочи полтора-два десятка, и тогда на центра города мы бы доезжали в мир традиционных полтора-два часа, а добирались бы за 35-40 минут. Но, увы, пока такого количества биотубов нет, мы продолжаем с вами кружить по горному серпантину. Черноморское побережье Кавказа – это зона субтропиков. Ну, представьте себе, что наш город расположен на одной параллели с Владивостоком, Нью-Йорком, а климат здесь намного теплее и мягче. Борое море. Вот два титана природы, образующие климат побережья. Черное море – одно из 14 морей, бывающих берега нашей Родины. Это самое теплое море. Летом температура морской воды поднимается до 26-28 градусов, и в продолжении долгой зимы, постепенно остывая, море согревает побережье. Один кубический метр морской воды, остывая на один градус, на один градус, согревает 9 тысяч кубических метров воздуха. Представляете, какая грелка у нас под боком. Среднегодовая температура 14,5 градусов, летних месяцев 23-24 градуса, зимних месяцев 6-8 градусов. Кубальный сезон длится полгода, более 2,5 тысяч миллиметра посадка попадает, и более 200 солнечных дней в году. И вот благодаря большому количеству осадков, солнечных дней, растет вот такая богатая растительность, покрывающая склоны гор. Растет она на весьма бедных почвах. Вот посмотрите на левую сторону, вы видите выход скальных пород. Плодородный слой почвы составляет 15-20-30 сантиметров, максимум в балках до 70 сантиметров. А так скала. Наши леса называют колхидскими лесами. Почему? Первые эти леса были описаны здесь, на Черноморском побережье Кавказа. Кавказа. А к реке. В давние времена достигая тех берегов, все Черноморское побережье именовали колхидой. И вот от некогда огромной провинции колхида сохранились производные названия. Колхидский лес. Колхидская низменность. Характерной особенностью колхидского леса является многоярусность. Наш лес создает из трех ярусов. Первый ярус – большие деревья. Основные породы, произрастающие в лесах дуб, пух, грамм, каштан, алька, липа, растет много других деревьев и кустарников. Но ни одна из древесных пород не образует отдельных рощ, поэтому леса называют смешанными лесами. Второй ярус – кустарники, которые образуют подлеток. Из лезвечно-зеленых кустарников встречается самшип, партук, лавровишня. Из листопадных – сумах, скумпиакоженина. Вот вы ее сейчас видите самым красивым кустарником, с такими розовыми фонтанами семян. Это уже семена розовенькие, желтенькие, разноцветные бывают, оранжевые. Скумпиакожевенная – очень красивое растение весной вперед, когда вызревают семена. И очень красивое это растение осенью, когда листья начинают менять цвет. Они в содружестве проживут 200-250 лет, но до этого возраста достаточно плющу для того, чтобы дерево погубить. В конце концов, плющ – вечно зеленое растение, закроет все веточки на дубе, и без доступа солнечных лучей дуб погибнет, а дуб станет легкой добычей ураган из петров. Но плющ будет искать себе новую опору. Много листопадных лиан, таких как жимлость каприфоля, полиэмпический, ломонос винограда, лесные дикие винограды, многие-многие другие. Все это вместе взятое лесу придает не только своеобразную прелесть, но и труднопроходимость. Очень много в наших лесах дикорастущих плодовых деревьев, кизил, кислица, дитая груша, алтыча, черешня, очень много ягод, земляники, ежевики, черники, малины, большое количество грибов. И самые ранние грибы после дождей можно собирать в мае месяце, это лисички. А самые поздние грибы, опята, иной раз можно собрать к новогоднему столу, если теплая затянувшаяся осень. Вот такой богатый край у нас. Очень много орехоплотных в лесах. Широко распространена дикая лещина, плоды, которые у нас никто никогда не собирает. Они имеют толстую сторону, очень маленькое ядро. Но вполне плоды дикая лещина заменяет орех в фундук, который выращивают и на частных приусадебных участках, и в садхозах города. Встречается в лесах грецкий орех. Но надо сказать, что Кавказ не является родиной грецкого ореха, поэтому грецкий орех можно встретить только на территории старых заброшенных черкесских садов. И в условиях естественного леса самозевом грецкий орех практически не возобновляется. Ну а главной орехоплотной культурой в наших лесах является каштан. Наш каштан называют сладкий, благородный, съедобный. Ведь некогда отсюда знаменитые грецкие орехи были завезены в Грецию, кормили практически всю Эрлату. И вот здесь, проезжая по дороге, если вы будете смотреть направо, налево, вы будете видеть цветущие каштаны. Поворот вот с левой стороны дерева. И такие красивые цветы, длинные, тонкие, как белые свечи. Это цветет каштан, но немножко выше на повороте. Мы будем поворачивать налево, с правой стороны вниз тоже растут каштаны. Но и более ранние формы, они только зацвели. Другие, более поздние формы, они зацветут немножко попозже. Период цветения каштана – это период обильного медосбора. Чудо берут маргатый взяток цветов каштана. А каштановый мед ценится здесь с незапамятных времен. Период цветения каштана, аромат его ощущается на побережье. В лесу цветет вечерний ночной воздух. Петеркомом ночным призом приносят к берегу моря. И моряки, которые проходят по берегу Кавказа, далеко в открытом море, тоже ощущают аромат цветущего каштана. Поэтому неудивительно, что пчелы знают дорогу к каштану. А приезжают сюда пчеловодов много. С Юго-России – это Ростовская у нас, Тавропольский край, Краснодарский край. И везут сюда свои басики на прицепах для того, чтобы пчелки могли взять каштановый мед. А еще древние греки считали поездку на Кавказ очень удачной, если увозили отсюда большое количество каштанового меда. Если они приезжали, и год для медосбора был неудачным, шли дожди, пчелки взяли мало взятка, они, вернувшись домой, уже собирались путь на следующий год для того, чтобы купить побольше этого сладкого товара. Каштановый мед имеет темный янтарный цвет, очень приятный аромат, аромат цветущего каштана. Но в своем вкусе он имеет легкую горчинку, поэтому не всем он полутру, но он очень полезен. Местное население его использует для лечения. В общем, что бы ни случилось, вам посоветуют каштановый мед. Плохо спите каштановый мед. Плохо желудочной кишечный тракт работает каштановый мед. Нервничайте каштановый мед. Сердечко барахлит тоже каштановый мед. Помогает? Не помогает? Но если веришь, то это действительно одно из самых лучших средств. Во всяком случае, сладкое лекарство. Плоды у каштана светудные. Собирают их в октябре месяце. Из них можно готовить первое блюдо, гардеры для вторых блюд. Древесина очень хороша. И, как говорят горцы, если дом построен из древесины каштана, то это будет вечный дом, в котором проживет не одно поколение людей. Ну а сегодня рубка каштанового реалии, естественно, распространения запрещена. Каштан занесен на страницы Красной книги. И из лесу можно взять как-то ту лесину, которая погибла, естественно, путем, допустим, в результате оползневых явлений. Дерево погибло, тогда древесину можно взять для солярных изделий, для чего ее и используют в настоящее время. Ну и так, незаметно, за разговорами, уже более 20 километров мы оставили позади, вещаем поселок Головинка. Да видно, на, 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 пчелки одним словом, на старую бельку. Слово-то вылетело из головинок старого. ...владильным кавказским корпусом. А в 1839 году в устье реки Шапля под угостом Михаила Петровича Лазарева был высажен десант. И форт, который был здесь построен, получил имя Головина. Такое название, немного видоизмененное, сохранилось по сей день. Поселок Головинка живописный, курортный поселок. Здесь очень хороший частный сектор у берега моря, большое количество частных гостиниц. А здесь работают две здравницы, одна детская, одна для взрослых. Ну, о санаториях мы поговорим с вами немножко попозже. Вот проезжая тут участок дороги, если вы посмотрите направо, на фоне моря, вот где мост, видите большое дерево, оно как бы напополам разбито. Действительно, от него удалила молния, но как стянуты две большие ветки. Это памятник федерального значения, тюльпановое дерево. Ну, и если вы поедете на экскурсию в 33-м водопадах, вы обязательно заедете в тюльпановое дерево. Лилию Дендрон-Тюльпановое. Ну, мы проезжаем с вами центр поселка Головинка. Основное население в этом поселке, близлежащих аулах Адыге. В поселке Головинка и Ваулю Вичмая работают в трестередине школы. Преподавание здесь ведется на русском языке, а также преподается родной адыгейский язык. Здесь в поселке Головинка расположена центральная усадьба совхоза Победа, в угоде которого расположены не только в этом поселке, но и в близлежащих селениях. В совхозе занимаются выращиванием фруктов, овощей, ориокоплодных, семян капусты, чайного листа. И вот мы с вами покидаем на некоторое время федеральную трассу. Три пятиэтажных дома, два из которых вы видите, это ведомственное жилье совхоза. Первый этаж этого дома занимает администрация совхоза. Дома построили на территории бывшего грушевого сада. Вот вы видите, остатки грушевых деревьев сохранились на придомовой территории. И местные жители этих домов собирают урожай, готовят из него компоты, сушат фрукты. Эти коттеджи построены были в начале нынешнего столетия для людей, которые в 2001 году прострадали от наводнений. У нас была большая вода, и у многих просто сгубило жилье. И вот для людей построили здесь жилье. Заработники совхоза тоже живут здесь. Коттеджи рассчитаны на 2-6 семей, в зависимости от того, какой коттедж. Но придомовых участков, как огородных здесь нет. Поэтому на территории совхоза, подальше от центра поселка, мы делили самым огородным участником, где они имеют возможность вырастить какие-то фруктовые отделения. Прибыли в Головинку. Вот это наша точила. department. Продолжение следует. Петербург. �len паркет. Úть%. Осフ호. Есть. Петербург. Петербург всё. Петербург. Петербург. Домик какой красивый. Девюстатора сколько? Много. Частый двор. Это все наше. Мед, вино, сыр. Если кто хочет к нам домой туда заехать, вот меня зовут, у вся мой номер телефона, название ВИН всем оставляю. Сиди только, ты тоже можешь заказать все, что ты хочешь, которое дает. Я вам скажу, что может дойти, что может не дойти. Вот, начиная от мадонны до мужских слез, это купажира Мадонидина. Знаете, да, что такое купаж? С одной бочки с другой соединяешь. Если вы не хотите купажное, мы можем вам предложить отдельно Изабелло, отдельно Качич, отдельно Молдову, отдельно Мускат. Все отдельно есть. Но вот такое лучше берут, мы купаж делаем. Понятно. Мадонна это аналогов нет, говорят. Я тоже так думаю. Все эти вина будут стоять, если вам надо, на следующий август ты можешь эти вина выпить. Как вы определяете качество вина? Это я для вас говорила. Вот тут вы можете, вы возьмете, в холодильник не надо ставить. На Новый год вы можете шикарный стол найти, поставить. Шикарный стол накрыть. Вот как вы узнаете, смотрите на дно, нет осадка. Это уже сто пятьдесят раз переливались бочки в бочку, да? Это уже осадка нет, это уже хорошо. Смотрите на цвет. Гентарно чистый цвет должен быть. Понятно. Клопья не должны быть, мутные не должно быть. Вот такое вино будет стоять. Почему такое вино? Потому что это работать надо очень, не скокоток переливать с бочки в бочку. Если вы хотите где виноградники у нас, приедете в октябре, пойдем собирать вместе, если вы желаете. Проблем тоже нету. Короче, вышел я оттуда. Там вино предлагают, сыр. Возвращаются. Почему вы хотите такого? Бесподобного. Если вы были, я понимаю. Если вы не были, Мадонна это вообще. Букет очень красивый, качество очень хорошего. Как это действительно. А вот я знаю, что это такое. Я знаю, что это очень красивый. Эта жизнь. Мадонна. Букет очень красивый в воде. Внутри. А если бы. Мадонна, ты выбираешь чуть линий? Ну, это не будет. Ну, это было, конечно. Ну, я хочу сказать, что это когда ты не Spring. Я был. У меня. Субтитры сделал DimaTorzok Есть где руки помыть Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 В этом году на Урале, на Буткинском заводе, прежде чем попал на суда Черноморского флота, он проделал долгий длительный путь. Его сплавляли сначала по Каме, потом по Волге, потом на санях перевезли к Азовскому морю, уже с Азовской плотилин попал на суда Черноморского флота. В 40-х годах 19 века, во время создания линии береговых укреплений, в период одного из сильных штормов, корабль здесь недалеко от моря затонул. Долгое время пролежал на дне моря. В конце 19-го, начале 20-го века работало несколько экспедиций поиска затонувших кораблей. Его церновой из кораблей этот якорь был снят и вытащен на берег. Он некоторое время пролежал на берегу моря, и тем самым дав название долине. Первыми якорями обнаружили вузницы. Естественно, они всегда нуждались в металле. Из металла готовили орудия сельского хозяйства, которыми обрабатывали нашу скутную почву. И они часть якоря просто отрубили. Веретяно — это первая большая часть якоря с петлей, за которую якорь перебился кораблем. Пытались отрубить и крыло, но нашли якорь Грей-Веды. Они посчитали, что этот якорь достоин быть установлен как памятник. И они его погрузили на телеги, запрягли в них полов и отправили в центр Сочи. Более двух месяцев я переехал в этой телеге от этого местечка до центра города Сочи. Подъемы, спуски, грунтовая дорога, перевалы были более крутые, чем сегодня. Естественно, дорога была более сложная. Уже с тех пор несколько раз реконструировалась дорога, стала более удобной. И установлен этот памятник в районе Пушкинской библиотеки. Там можно видеть и якорь, и можно видеть пушку времен Кавказской войны, называется которая «Единорог». Пушка стреляла ядрами на расстоянии 300-400 метров. Сила удара была довольно большой, могло разрушить такой ядро стену толщиной до одного метра. Сегодня, конечно, таких пушек на вооружение нет. И вообще-то, мы знаем, столько современного оружия, изобретенного человеком, для уничтожения себе подобных. Что это пушка, пожалуй, кроме поселка? Живописный, плотный поселок. Здесь, если вы посмотрите, передние окна автобуса, будет видно хорошо пляжная полоса местами поселка. Здесь, в районе поселка Лу, один из лучших пляжей в городе. Проезжая через поселок немножко дальше, мы там будем с вами видеть еще пляж в правой окна автобусе. Это все поселки прибежные. Поселок Лу узенькая полосочка, которую занимает сам поселок. Федеральная трасса, по которой мы с вами едем, в районе поселка Лу, это улица, которая носит название улица Декабристов. Вот по ней мы и едем. В России. И так как после войны этот край опустел, армяну разрешают здесь селиться. Поэтому целый ряд поселков, чисто армянское население. Ну а сам поселок Лу, вот то, что вы видите слева по склону горы, вот это все жилье, что здесь есть. В основном частная гостиница. Наверху ходят боковые улочки, которые, как правило, или тупиковые, или подковообразные. То есть по одной улочке въезжаешь, по другой спускаешься. 30-40 метров протянулось более чем на 10 километров. Пляжи поселка Лу могут позоветовать пляжи Центрального и Хостинского района в городе. И местные жители Центрального и Хостинского района довольно часто со своими гостями уезжают на целый день на пляжи сюда, в этот поселок Лу. Мелко-галичный пляж, прямо целая полоса за железной дорогой, без песчаного пляжа. Ну, хочу вас сразу разочаровать, у нас песчаные пляжи, серые пляжи, серый песок, золотого песка у нас нет. Ну, это обусловлено тем, из каких пород сложные пляжные. Она одна за деревьями просматривается, но мы с вами сейчас поднимемся на следующий перевал, ну, не на самый верх, но с середины дороги примерно. Будем видеть по правую сторону конкурс этого пансионата. Дорога направо уходит в санаторию «Белая ночь», но мы с вами не успеем спуститься вниз, начинаем подъем на Дагомысский перевал. Впереди слева памятник долгострой, несостоявшийся пансионат «Бамма». Уже лет 15 как убрали отсюда даже кран, так что на сегодняшний день здесь достраивать его никто не будет. Но если кто-то присмотрит этот участок земли, а сейчас здесь земли довольно дорогие, то дешевле будет это здание смести до основания и на этом месте построить новое здание по новому проекту. Можно переделывать старый проект, тем более, который простоял уже более двух десятков лет, нет никакого смысла. Ну и мы с вами поднимаемся на Дагомысский перевал. Три перевала подряд, каждый следующий выше предыдущего. Лоски был поменьше, Дагомыски побольше и самый большой Мамайский перевал. Если вы посмотрите направо, вы увидите здание пансионата «Белая ночь». Оно очень красиво смотрится, панорамно со стороны, построено, которое было для личного пользования адвокатом Плевака. Слышали такую фамилию из истории нашей страны? В конце 19-го, начале 20-го века был известным адвокатом в России. Ну потом за этим зданием никто не ухаживал, оно разрушилось, и сегодня его со стороны дороги абсолютно не видно. Ну вот такой крутой поворот, и мы поднимаемся наверх. Позади остались, на слону горы, помните, поселка Учтере, в окрестностях поселка великолепной облантации Фейхуа. Фейхуа растение южное, родиной его являются болота Бразилии. Оттуда Фейхуа завезли еще в 50-е годы и поначалу облантации заложили в Абхазии. Оттуда мы одно время возили плоды Фейхуа на компоты и джемы. А потом посадили саженцы, оказалось, они здесь тоже хорошо растут. Причем, высаживают здесь плоды от среди Фейхуа на неприводных, допустим, даже для чая землях, потому что Фейхуа любит замолочные места, то есть там, где много воды. И вот таким образом такие, казалось бы, земли, на которых ничего не растет, сегодня используются под братью. Коты и джемы. Джемы свежие делают. Плоды собирают, моют, сушат, потом их перекручивают на мясорубке или через процессор в однородную массу. И один к одному с сахаром сохранить можно от урожая до урожая свежие плоды. Желательно в погреб или в холодильник, потому как Фейху может заиграть такое варенье. Сейчас остатки многие хозяйки продают на рынках, и если вы где-то увидите, можете купить на пробу. Но, открыв баночку, не торопитесь ее выбрасывать, потому что сверху она будет под крышечкой коричневого цвета. Высокое содержание железа в холодильник и его, взаимодействуя с остатками кислорода под крышкой, делает вот такую корочку. Если вы все перемешаете, все будет в однородной нежно-зеленой массе. Потому что, вот так вы попробуете, вроде бы и жесткий плод, и такой непропавший. Но если вы его начнете чистить, плод у него уже белая, и вкусовых качеств никаких. Плоды киви рекомендуют употреблять в пищу людям, страдающим высоким содержанием холестерина в крови. Так что, имейте в виду. И если вы будете киви употреблять в пищу, допустим, в зимний период, в течение месяца каждый день 2-3 плода, то содержание холестерина в крови у вас заметно сменьшится. Ну, мы с вами въехали в поселок Дагамыз. Ну, на роде такие повороты как называют? Тещин язык. А тещи говорят, что это зятева петля. Так что, вот, кому как нравится. Справа от нас комплекс «Энтурист», построен был в 80-е годы. Один из корпусов носит название «Олимпийский», потому что в «Олимпийский год» комплекс был сдан в эксплуатацию. А вы знаете, в 80-м году прошла летняя Олимпиада в столице нашей Родины. Самое большое здание в форме триллисника гостиницы «Дагамыз» на непрезидентский отель. Ниже гостиница «Олимпийская», она круглая, модель «Бельдиан». Легов со сообщением с пляжем «Лист подъемник», благоустроена пляжная полоса. Вот красная черепичная крыша и спортивный комплекс, там кигельбан, баскетбольные площадки, бильярдные, теннисные корты, спортбары. Все это вот под этой большой красной крышей между корпусами. Ну и отсюда от поселка «Дагамыз» дорога уходит в горы к селению Волковка. И далее к Соло-Хаулу. До Соло-Хаула более 30 километров. И Соло-Хаул является родиной русского чая. Поселок «Дагамыз» расположился при слиянии двух рек западного и восточного «Дагамыза» у подножия горы Узбенка. Вот с левой стороны эти высотки поставили, ну уже лет 10, наверное, и многим более. Вот гора Узбенка, сквозь кипариза просматривается слева от нас, такая небольшая конусообразная площадка. Работает здесь дом отдыха «Дружба», целый ряд частных гостиниц, живописную оболок для отдыха, культура «Дагамысо», 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 «Дагамысо» и «Дагамысо» и «Дагамысо» в Африке слева от нас. Здесь в 20-е годы была построена первая чайная фабрика в нашей стране, которая выпускала краснодарский чай. Сегодня, так как она занимает место довольно близко к берегу моря, эту чайную фабрику перенесли в поселок Волковка. И здесь, на территории чайной фабрики, мы будем построить какой-нибудь гостиничный комплекс, уже на 100 метрах на уровне моря. Волозаревский район города до 1961 года считался самостоятельным сельскохозяйственным районом Краснодарского края, веке Аклевский район, и были в основном сельскохозяйственными районами. Занимались выращиванием фруктов овощей, табача, кукурузы и многих других сельскохозяйственных культур. В 1961 году, в то время, наша страна находилась за железным занавесом. Курортных мест не хватало, и вот для того, чтобы увеличить курортные местности, к городу Сочи присоединяют два новых района, Лазаревский и Аклевский. И сегодня город Сочи – это четыре административных района. Самый большой по протяженности той переговори Лазаревский, как я вам уже говорила. Но на карте он выглядит таким остроугольным треугольником, поэтому по площади он занимает только второе место. Первое место занимает Аклевский район. Несмотря на то, что вдоль берега моря он протянулся немногим, более чем на 20 километров, он очень глубоко уходит в горы, граничит буквально с территорией Кавказского государства, биосферного заповедника. И считается по площади самым большим районом города. В Аклевском районе горный кластер Олимпийского парка. И если вы поедете на Красную Поляну, вы побываете на горный город, покатаетесь на канатной дороге и посетите Розу, то увидите, что там сегодня действительно полург европейского класса. Третье место по площади – это Костинский район, район Здравнец. И самый маленький район города – это Центральный, по территорию которого мы с вами езжаем. Но несмотря на то, что это самый маленький район города, большая часть населения города Сочи – это около полумиллиона человек, более двухсот тысяч проживает на территории Центрального района города. Самый густонаселенный район. Вот по склонам город впереди, и слева по склонам вы видите большие такие жилые массивы. Это бывшие дачные массивы. Ну, вы слышали, наверное, все о дачном месте. Ну, вот, благодаря этой дачной амнистии у нас отчасти была лишена жилищная проблема. Разрешили на дачных участках строить. Сравните, по какой дороге мы ехали, по какой будем ехать дальше. Мы выехали с вами на Дуплерку Лужного проспекта. Сейчас мы пройдем с вами три тоннеля и выйдем за виду в Сочи, чтобы попасть на улицу Конституции, откуда я отправился в парк Батарии Китера. Очищены от дикого леса и заложены фондации винограда. Кстати, надо сказать, виноград хорошо прижился, стал давать прекрасный урожай. И мы вам так подумывали о строительстве винодельни. Но этой его идеей не суждено было сбытаться, потому что в виноградниках отморушили бредителя филоксеру, единственная борьба с которой механическая. Виноградники были вырублены, а вот название горки и улица виноградная, с ним, которые сидят и говорят, нет, не знаем. Это человек, пока первый, скрывший дорогу в космос. Сегодня в космосе люди живут годами, космонавты. Выполняют очень большой исследовательскую раму с местными жителями. С людьми, которые отдыхают в здравнице города, везде всегда ему были рады, ждали его. В нашем городе он посадил два дерева. На этой улице и еще одно дерево в парке Ривьера. Кстати, в Магноле, в парке Ривьера, померла от большой человеческой любви, потому что каждый считал своим долгом увезти на память листок с дерева Гагарина. Его просто ощипывали нещадно. Садовники парка несколько раз. Продукцию для торговли на сочинском рынке. Позже, в годы перестройки по остаточной стоимости, эту гостиницу выпадала гостиница Ради Солнца Аслазовная. И построила второй фокус, и сейчас это один из дорогих отелей города, отель Звездный. Река Сочи под нами. Мы сворачиваем с вами на улицу, которая носит тремя конституции. Раньше это был левый берег реки Сочи, левобережная набережная. Река Сочи. Мутная вода, видать, после дождя. Сейчас пойдем в парк Ривьера. 30 градусов. Парк Ривьера. Парк Ривьера.